Всем привет из Киева, столица Украины. Сегодня, 3 мая 2017 года, я в начале Грещатика, около Бессарабского рынка, и здание, здесь различных зданий, вот как раз монумента Владимира Чуленина, от которого остался только постамент, и конечно же здесь маленькая тусовка предпраздничная, послепраздничная, тут любят проводить разные такие инсталляции, перед этим была световая инсталляция на месте дедушки Ленина. А сейчас мы видим, здесь дедушка Ленин стал зелененьким, ну постамент его, зелененьким, и наконец-то мы подходим и смотрим, что тут оказывается множество разных цветочков, ну точнее говоря не цветочков, а вот розмарин и мята, и читаем, что здесь оказывается это под названием ритуал природы Исаа Карильо, временная такая интервенция на месте бывшего памятника Ленину, с 3 по 17 мая 2017 года, великолепный проект мексиканской художницы Исаи Карильо, вот написано украинскую мову, я перевожу вам, что здесь вкратце означает, что оказывается это на месте монумента, покрыть его растениями, с одного стороны мятый розмарин будет маскировать каменную колонну, с другой они очистят, как бы город ассоциируясь, который ассоциируется не только с советским лидером, но и с виселицей, которая здесь находилась в моменты немецкой оккупации. Все может быть и такие ужасы даже, но сейчас дедушка Ленин, разбитый на мелкие кусочки, где-то продается на гугле и на амазоне, от него осталась Кузькина мать, как говорил Хрущев. Да, и осталось, и тут еще маленький появился табличечка внизу, героям борьбы за свободу Украины. Да, и вот художница предлагает покрыть пустой пьедестал целительными растениями, которые известны своим заспокоивающим и убирающим боль эффектом розмарином и мятой. Зеленая колонна, как повод для поиска внутренней гармонии, объект для медитации. Все, что осталось Украине, это медитировать на будущее, потому что настоящее крайне странно. Однако художникам это не позволяет, пожалуйста, приехать из прекрасного города Гвадалахары и покайфовать здесь на Eurovision 2017. It's really great to make such an installation here. Так что мы посмотрим такую розмарин, и можно даже прийти, купить кусочек розмарина, посмотреть. Хлопцы здесь выставляют, даже у них тут еще какие-то плакатики, ритуал, такой замечательный селф-природы, инсталляция. Да, я так понимаю, что здесь пока что можно купить кусочек мятки или салатика, например. Вот видите, здесь зелененький такой салатик. И полюбоваться на него здесь сегодня оказывается такое вот неформальное открытие. Ну, это как бы, чтобы всех успокоить, чтобы на 9 мая здесь было поменьше разных демонстраций. Да, ну вот такое интересненькое хождение вокруг цветочков. Это приятно. Цветочки вокруг. Вот такие народ приходит, потрогает. Как замечательно, как можно посадить так растения в такие кулечки влажные. И они тут прекрасно себя будут чувствовать. Да, вот розмарин. Можно даже пощипать, пощипать и почувствовать, что они чем-то пахнут. Так что вот такая здесь новенькая интересная инсталляция на месте дедушки Ленина. А тем, кто хочет пойти что-то купить к розмарину и к мяте, напротив, конечно же, рынок Бессарабка, начало Крещатика и бульвар Тараса Шевченко. Так что заканчиваем сегодняшний сюжетик. О дедушке Ленина от его постамента. Идем дальше по Крещатику смотреть, что там готовится к Евровиджен. А тут пока что первый такой смешной сюжетик. Так что всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем показывать новые интересные сюжеты из Киева, столицы Украины, в котором, видите, множество мяты и розмарина появилось на месте дедушки Ленина. Вот такие мирные и солнечные инсталляции. Пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.